Вопрос девятый. Можно ли после смерти стать ангелом-хранителем? Если человек сильно привязан к своим близким и искренне их любит, может ли он после смерти помогать им или даже стать их ангелом-хранителем? Давайте разбираться. Большинству людей в первое время немножко жалко расставаться с привычным миром, но через некоторое время это начинает проходить. Они наблюдают, что их близкие приходят в себя, и их жизнь потихоньку налаживается. Сами умершие все чаще посещают области, далекие от нашего мира. Астральный слой огромен, и там много всего интересного. Обычно все заканчивается тем, что астральное тело распадается, и умерший человек перемещается на тот свет, где и находится до следующего рождения. Но бывает и по-другому. Есть люди, которые по разным причинам очень не хотят отрываться от материального мира. В их случае есть несколько сценариев развития событий. Плохой сценарий случается, когда человек застревает не по самым благородным причинам, к примеру, заботе о своих деньгах и имуществе, или его душа полна ненавистью, злобой и планами мести. У таких людей есть все шансы превратиться в призраков и начать деградировать. Об этом я уже рассказывала в прошлых главах. Но бывает и другой хороший сценарий, когда человек пытается удержаться рядом с близкими из чувства любви и сострадания и искренне пытается им помочь. Хочу еще раз напомнить, характер человека после смерти не меняется, поэтому если при жизни он всех любил и опекал, то и после смерти будет пытаться это сделать в меру своих сил. Каким образом умершие могут помогать? Перечислю несколько основных способов. Поскольку интуиция после смерти обостряется, то некоторые частично видят будущее. Они могут пытаться предупредить о возможных неприятностях. После смерти человек находится в астральном теле, поэтому буквально видит эмоции других людей и даже частично мысли. Поэтому умершие часто хотят предупредить своих близких о их ненадежных друзьях или партнерах. Когда умершие видят подавленное состояние своих родных, то пытаются их успокоить и утешить, тем более что вне тела они могут чувствовать себя даже лучше и свободнее, чем при жизни, а это никак не сочетается с горем близких, которые считают их бесследно ушедшими. Одним словом, заботливые люди и после смерти активно пытаются помогать. Они не могут влиять напрямую на события и менять чужую судьбу, но энергия их любви и правда способна успокаивать и дарить надежду, которая пришла как будто из ниоткуда. И часто их советы принимают за внутренний голос и прислушиваются к ним. Дальнейшая судьба таких заботливых людей очень зависит от того, сработаются они со своими родными или нет. Если те их по большей части не слышат, да и сам умерший устает от этих забот, то в положенный срок, когда астральное тело распадается, он спокойно отправляется на тот свет, а оттуда связаться с близкими уже сложнее. Но бывает, что помогая другим, человек все больше вдохновляется и чувствует себя на своем месте. В этом случае он начинает получать положительную благодарную энергию от тех, кому помогает. То есть не тоскливые мысли, страдания или печаль, а именно искреннюю благодарность. Если умерший человек отдает и получает много положительной энергии, то его тонкие тела начинают трансформироваться. В них становится все больше лучезарных и сияющих оттенков. Поскольку в тонких мирах энергия видна как на ладони, такие души обращают на себя внимание, и настает момент, когда их посещают работники астрала. Как правило, им предлагают поддержку, дополнительное вливание энергии и даже некоторую трансформацию, и таким образом своеобразно принимают на работу. То есть они продолжают опекать своих близких, но уже на более высоком уровне. Им открывают доступ к энергии своего рода, которую они могут использовать по мере необходимости. В том числе и для того, чтобы формировать нужные события в материальном мире. Их энергетическая мощность вырастает в разы, они уже неплохо видят варианты будущего, уровень их сознания становится выше. Именно так душа становится ангелом-хранителем. У таких душ обычно не один подопечный, а несколько. Они, как правило, опекают членов своего рода, которые воплощены в нашем мире. А поскольку род притягивает близкие между собой души, то можно сказать, что ангел-хранитель работает со своими же близкими людьми. Это непростая работа, которая требует много любви и душевных сил. Именно поэтому ангелов-хранителей набирают из по-настоящему преданных и самоотверженных людей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...